знакомьтесь обезьянка эти герои вы уже знаете обезьянка поет интересно как они будут на нее реагировать что страшная обезьянка и Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! Я пришла с работы... Та-дам! Здравствуй, мама! А мы тебя ждали, скучали, готовились, квартиру украшали... Это была пачка салфеток... Вот там лежала... Все уходила, подумала... Плохая идея, надо убрать куда-то повыше... Ну, подумала и не убрала... Ну, они и кухню украсили... О! Пожалуйста, красотища! Да, Багира? Ушел! Привет всем! Сегодня мы готовим... Готовим вчетвером... Да, правильно, вчетвером... Обычно мы готовили я, Ники, Соня, Багира и Элька... Сегодня мы готовим без Сонечки... Потому что Сонечку сегодня утром забрали... Забрали в хорошую семью... Вита, привет, если ты меня видишь... Поцелуй Сонечку у нос и привет своей доченьке... В общем, мы готовим сегодня вчетвером... Готовим мы два салата... Один салат, моя традиционная шуба... И второй салат, который я придумала... И еще... Я хочу сказать... Просто когда я запостила... Суп с сельдереем... Мне сказали... О, этих рецептов полно в интернете... Рецептов с сельдереем... Да... Но если я говорю... Что салат, суп или еще чего-то... Я придумала... Это значит, я придумала... Если я... Срисовала с интернета... Я срисовала с интернета... Все равно это получится, по-моему... Если я содрала просто тупо у кого-то... Вот, я содрала тупо у кого-то... Если кто-то что-то приготовил за меня... Это просто кто-то что-то приготовил за меня... Я не буду кичиться... Ни весь чем... Не вижу в этом смысл... Ну, для кого я это сказала... Тот знает, для кого я это сказала... Итак... Поехали готовить... Ты ингредиенты перечислять будешь? Шо, аф... Ингредиенты перечислять будешь? Что, нет? Опять я сама? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что значит, исчезни! Просто исчезни! Ладно, исчезаю. Итак, для нашего салатика нам понадобится 1 л-ка для того, чтобы мешать, чтобы жизнь медом не казалась. Яйца и морковка вареные. Сыр косичка копченый с паприкой. Лук салатный. Груша. Я не уверена, что буду использовать две. Посмотрим по ходу пьесы. Крекер цибулька. Лук зеленый. Больше для украшения. И шампиньоны. Я, в принципе, пользую обычно королевские. Но они мне нравятся, потому что они по суше. Я вот уже сколько, 3 или 4 раза делала этот салат. И делала с обычными. И делала с королевскими. В принципе, большой разницы не чувствую. Но королевские по суше. Вот сегодня мне уже очень понравились. Уже очень красивые шампиньоны. Смотрите, какие красавцы. Поэтому взяла обычные. И, и, и... Гвоздь нашей программы Туна. Тунец. Вот именно такой. Без масла. Сырок и печеньюшку. Уделываем в измельчителе. Никусь. У нас такого еще не было, да? Скажи, кошки были. Собаки были. Скажи, а такой здоровенной хрени у нас еще не было, да? Никусь. Нечка. Скажи, белых медведей у нас еще не было. Да, Манюня? Так, начинаем собирать салатик. Здесь у нас майонез. Сюда, да. Майонезная сеточка. И первый слой у нас сыра и печеньюшек. Дальше. Я думаю, что нам майонез сейчас не нужен. Мы выкидываем одну баночку Туны. Разравниваем. Можно даже вместе с водичкой. Потому что, если песчаная крошка будет очень сухой, это будет невкусно. Мы это уже проходили. И кое-кто уже это знает, потому что пробовал. Дальше. Теперь нам все-таки нужно немножко майонеза. Мы сделаем легенькую-легенькую. Сеточку майонезную. Мы же не хотим все-таки, чтобы наш салат был как сухарь. Дальше. Дальше мы добавим лучка. Потому что рыбка с лучком смотрится, ох, вы и как хорошо. И учитывая, что мы кладем в два слоя, это как раз будет хорошо. Чуть-чуть ближе. Найди. Так, чтобы как бы хорошо было видно. Вот. Ну, где-то так. Уже поздно. И мы делаем это уже хорошо поздно. Сейчас сколько? Девять часов. Ну, в общем, темно. Мы освещаем как можем. Вот. Поэтому I'm sorry. Вот. Добавляем чуть-чуть лучка зелененького. Для того, чтобы это было веселее. Вот. Дальше. Морковочки. Прошу прощения, я руками. Руки у меня кристально чистые. Пару кошек, пару собак. Нет, руки правда чистые. Дальше немножечко грушки. И дальше обязательно нам нужно это умастить. Я думаю, что плохо будет видно. Мы сейчас немножко дислокацию поменяем. Дальше. Наши грибочки. Разравниваем. Дальше нам нужен слой сыр. Сырочка. Добавили еще слой печенюшек с сыром. Сейчас нужно будет умастить хорошо. Потому что следующий слой у нас яичный. А яйца, как известно, хорошо впитывают жир. Сюда мы кладем основную часть яйца. Потому что все, что у нас остается, у нас остается для украшения. Отставляем. Снова майонезием. Но без фанатизма. Потому что он в итоге пропитается. И будет очень-очень жирным. Нам это не надо. Дальше кладем лючок. И еще даже если он будет смешиваться. Это даже будет прикольнее. В итоге он все равно будет нежирным. Несмотря на то, что лук обжаренный. Вот. Салат. В общей своей сложности нежирный. Дальше лучок. Кстати, можно импровизировать. Вот мы сейчас добавим сюда грушку. И морковочку. Они мокренькие. Они как раз смочат наши слои. Печенюшки. Рыбка. Грибочки. Майонезик. У нас тут элька страдалец. Так, что у нас еще осталось? У нас осталось. Все мы уже положили. Туда, сюда, туда, сюда. Остались у нас только яйца на украшение. Яички можно перемешать вот так вот с зеленушечкой. По-моему, очень даже прикольно. И, кстати, у нас влезла в этот лоток. Я очень переживала. Я не нашла лоток, в котором я делала. Эля, спусти свой клюв. Покажи, Эльку. Эля очень заинтересован. Спусти клюв. Ну вот, в сравнении с ладонью. Ну вот так вот, как бы, не знаю, на пальцы. Сколько тут сантиметров? 10, наверное, этот лоток. Вот. Мы боялись, что в него не влезет. И сверху мы сейчас... И майонезика у нас хватило. Кстати, пол-литрового вполне хватило. Так что можно считать, что у нас салат диетический. Вот. Ну, собственно, вот. Мы собрали салатик. Мы его не солили. Поскольку у нас подсоленные грибы. У нас соленая рыба. И он должен быть мягким и нежным. Поэтому мы его не солим. Начинаем собирать шубку. Собираем вот в таком ведре. Мы, когда переложим на тарелочку, она будет красивой, такой пирамидкой. На дне у нас лучок. Яйцо. Сеточка. Картошечка. Майонезик. Морковочка. Майонезик. Майонезик. Сеточка, вы же видите, очень тоненькая. Лучок. Пурачок, морковочка, лучок. И так слоями. Вообще слоя я делаю произвольно. И от этого вкус не меняется. Главное, чтобы была воздушная прослойка майонеза. Майонеза тоненькая. Вот смотрите. После каждого слоя. И это реально вкусно. Слои мы не прессуем. Эля, перестань делать это. Вообще ни при чем. И тогда она будет воздушная, вкусная и замечательная. Сама не сходи. Ники. 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 Где Эля? Эля, где? Где Эля? Где Эля? Да что, он на стенах, что ли? Ники. Ники. Где Эля? Где? Ты же его била. Где Эля? И там его нет. Нету? Точно ты проверила? А где же Эля? Ну так ищи его быстро. Ищи Элю. Где Эля? Эля! Ищи Элю. Странно. Багира не ищет. Где Эля? Ну-ка где Эля? Ищи Элечку. Где Элечка? Это не Элечка. Мы все верны. Пока ничего не убирали. Пеленки не убирали. Потому что ребята еще не доехали. Да? Где Эля? Ищи. Ищи Элю. Нет. Шкафу его точно нет. Ищи Элю. Вали ищи Элю. Нету. Ну нету. Ну да. Пахнет. Дальше что? Да нету его за диваном. Точно нету. Нету его там. Ты что думаешь, он такой маленький, что он там спрячется? Нет? Ну так а че? А что там бывал? Нет. Вот там бывал. А где он еще бывал? Николь. Где еще был Элька? Да там не было его. Не было. А где бывал? Да. Ну тут бывал понятно. Как ты думаешь, где он? Ты думаешь, он в шкафу? Кстати, когда Кася умер, она тоже думала, что он в шкафу. Но Элька, слава богу, не умер. Эльичка, долгих лет тебе жизни. Она просто, когда животные исчезают из квартиры, думает, что они в шкафу. Все открывает. А ты открыть хочешь? Ты хочешь понять, что он не в шкафу? Он не в шкафу. Я тебе гарантирую. Иди, ищи, иди. Где он может еще быть? А? Где он еще может быть? А нет. Ну здравствуйте, на шкафу он же кошка. Где ты думаешь, он может быть? Ники, иди сюда. Но там его точно нет. Его там нет. Прикольно. Кошка, которая сначала боялась щенков, а потом била, и так она хорошо их строила. То есть, они когда баловались, Ники их в три секунды приводила в порядок. Самое интересное, что именно она ищет щенков. Да? Никуся. Где Эля? Где Эля? Где Эля?